Так, и еще раз я приветствую всех зрителей моего канала. В общем, давайте вернемся в Антилестию, в четвертую главу Астерии. На этот раз уже из-за Вельвет. Значит, Вельвет в Весперии фигурирует, начинает фигурировать только в четвертой главе. И вот это вот, это карманное измерение, в котором Лазарис пыталась ее поймать, где, в общем-то, вот она, ее деревня. Но мы больше здесь ничего не посмотрим, я просто хочу показать, кто здесь участвует. То есть, какие персонажи знают о ее прошлом. И, как вы видите, ее брат здесь, и Рапита здесь. То есть, естественно, Юрия знает все в любом случае. Кто бы ему ни сказал, тут очень много народу, кто с ним взаимодействует. Рейвен здесь. Не знаю. Я, честно, правда, не знаю, где вот это место у нас физически в нашем мире Астерии. Я пробовала понять. Давайте посмотрим сейчас на мир, какой он у нас, в какой-нибудь другой главе. Вот до того, как начался апокалипсис. Вот Сареева Изучи. Она находится вот здесь. То есть, это на территории, в общем-то... Мельтокио, то есть, на территории Сильваранта. Смотрите. Изучи находится на территории Сильваранта. Это вот так вот он шел, дошел до Баронии, до нашей столицы Виндора. И храм, которым получал свой меч, там вот испытание с Лайлой, находится на стороне... Виндора, и с ними была Паскай, которая изобрела луч, который делает Тэнзоку видимыми. Ну, то есть, изменяет структуру материи, из которой они состоят, утолщают ее. И кое-что на базе этой штуки, которую она потом сделала по фану на аниверсаре, ужасно оказалось болезненным для Юрия. То есть, как бы там сдали сразу, что он сейчас, на данный момент, в астере из тех, кому мана уже очень сильно боль. Вот. То есть, зелосу нечувствительно этот орет, как резанный. Поэтому здесь у нас, конечно, сейчас с теми, кто со времен до маны, будут проблемы большие. Ну, это видео затягивать смысла нет. Еще раз показываю. Когда Лазарес пересоздала мир. Прошлое Вельвет было показано в карманном измерении, которое Лазарес создала, пытаясь лучше понять ее. И что ей надо, и почему она не может переписать ее память. И у нас в этом мире, это вот главный дворец, если мы пойдем к боссу, у нас очень интересное здесь небо. Но я не в состоянии сама все это собрать. В астере ситуация крайне тяжелая, потому что вот там вот сингулярность, и Лазаресу ее успела починить. Но мы потом все это дело поломали. Обратно, здесь вот эти вот монументы, на которых написана история мира, потому что Лазарес на данный момент, вот которая в астерии, она представляется как летопись истории и коллективное сознание людей. То есть она прекрасно понимает, что она хоть людей ненавидит, она сама без них жить не сможет. То есть здесь не было варианта, что людей в интересе не будет. Вот эта вот финальная локация с боссом. И небо мне не дает покоя ужасно. Само сияние это как бы результат того, что она занимается переписыванием сингулярности сейчас. Но вот эта планета огромная, которая вполне может быть населенной, она что-то меня ужасно напрягает здесь. Больше мы такой потолок особо нигде не видели. Так что спасибо за внимание, но что-то мне кажется, что вот эта история еще не закончена. С нашим прекрасным раем. А, ну да, раз мы об этом заговорили. Эстель. Какую роль играет здесь Эстель? Сейчас, одну минуточку, я вспомню, где была эта деревня. Во-первых, у нас вот здесь очень интересные цветы растут в дереве, вот в этом. Где слой дымбились. Но это не то сейчас, про что я хотела поговорить. Здесь была деревня? Нет, не здесь. О, боже мой, я забыла все. Всю карту забыла. Вот здесь, наверное. Но это когти в храм, это не то. Ага. Вот здесь они схватятся с когтем. Как раз легенде. Потому что у Норма с Рейвеном общее дело было. А Эстель, она у нас... Она у нас... А, все, вспомнила. Так. Вот в этой вот деревне, как раз они там вместе с Сузу были. Она жила свободной жизнью вот в этой вот деревне. То есть, смотрите, вот деревня, где жила Эстель. Вот столица. В общем-то, не так уж и далеко. А вот когти в храм, который он охранял. То есть, в общем-то, в шаговой доступности. Это еще может выстрелить. Это вот три барьера, которые Лазарис подняла, чтобы чинить сингулярность. Они на трех храмах держались. Видно, да? Вот эта вот тема. Если бы Коготь с Рейвеном не были неожиданно слишком близки. До того, чтобы Коготь все этому мужику разболтал. Ничего бы никогда здесь не завалилось. Вот. Когтя в столб. Вот. Лойда в столб. И вот. То есть, вон Юрин в столб, Лойда в столб и Милен в столб. У Милы тут этот... Храм четырех стихий. Сейчас покажу. То есть, здесь все пучком. Когти поводчина, вот. Читалось, как откровенно голубой роман. Очень голубой. Пока по реакции всех окружающих не встала под сомнение вообще, а что такое действительно Коготь. Потому что Коготь просто пошел как замена той девушки, которую Рейвен потерял в прошлом. И тут уже очень сильно начал возникать вопрос, как реагируют остальные. Там многим очевидно кое-что. Из-за чего на эту франшизу надо не то, что 18+, вешать, а вообще не влезай, убьет. Особенно если Эстель сейчас пропалит контору. Насчет того, что... У них тут никогда геем не был. Особенно в Антелесте. То есть проблема в чем? Лазарец выбрала этих троих, потому что они хорошо относятся к тем, кто ее племени. То есть к камням. К особым камням. И на момент, когда Коготь напал туда, что показали нам на стороне лучей, естественно, это был уже не тот персонаж, которого мы знали. Однозначно, потому что рыцари не обучают тому, что он там выдал. Сознательный перехват своего тела на другой стороне в Акаше, это не то, чему учат рыцари Вендора, и не то, чему учат рыцари и здесь, я думаю, тоже. Так что на момент, когда вот здесь уже с ним дрались, он уже был на 90% скорее всего потерян. Совсем. Ну, и добавить мне здесь особо больше нечего. Вельвет начинает просто в горах рядом со столицей, точнее, начинает она в столице, потом идет в горы. Вот в эти. Нарывается там на погоню и падает со скалы. Дальше Рейвен делает все возможное, чтобы Коготь и Львы ее не поймали, что очень странно. Ну, наверное, у меня пока все. Видео такое, скорее, чтобы самой не забыть, что у нас здесь происходило. Ну, еще раз обратите на карту мира внимание. Вот это вот карта Интелестия. Вот, видите, маленькая карта Интелестия. Вот это вот карта сейчас текущей нашей главы, нашего мира. Сейчас загрузится. Так, а нашего Липа, дождите секундочку. Здесь на этих параллелях. Ну, вот здесь всю карту видно внизу. Вот здесь вот начинаются входы во все их параллели. Видите, здесь точно такая же барония. Вот с этим вот городом. Точнее, деревенькой. В общем, мрак. На этом пока все. Субтитры teve... Ну, вот... Продолжение следует...